здравствуйте дорогие друзья с вами снова ваш болгарский дневник сегодня я хотела бы продолжить свой предыдущий ролик под названием как мы покупали квартиру в болгарии все что я расскажу вам основано на моем личном опыте я приобретала квартиру на солнечном берегу в комплексе форт нокс орхидея в декабре 2021 года тема очень сложная но хочу вас успокоить пожалуйста заранее не пугайтесь от обилия информации все что я вам сейчас рассказываю в хронологическом порядке в текстовом варианте я оставлю под этим видео вам совсем не обязательно все мои рекомендации выполнять в один день вы можете разделить всю процедуру изучения материала и например каждый день по пункту изучать и совершенно спокойно очень быстро освоить всю необходимую информацию для тех кто впервые на нашем канале хотела сообщить что фоном к моему рассказу послужит видео которое было снято непосредственно в день сделки однако я решила не выкладывать видео там где проходила сама сделка где фигурирует изображение моих продавцов а также нотариуса я подумала что это не очень этично и не совсем приемлемо по отношению к посторонним людям которые возможно не хотели бы такой огласки все остальные видеокадры как которые вы сможете увидеть на ваших экранах тоже не совсем качественные поскольку я не афишировала все-таки свою съемку камера была прикреплена к моей шее и я уже в тот момент не совсем думала о качестве съемки мне нужно было сконцентрироваться сосредоточиться на самой сделке и всем процедурам которым я посвятила все свое внимание в прошлом видео мы остановились на том какие подготовительные меры необходимо предпринять если вы решили приобрести квартиру в болгарии это видео мы уже посвятим тем шагам которым вам нужно которое вам нужно будет совершить уже находясь на территории болгарии так приступим вы прилетаете в болгарию первым важным шагом который вам нужно организовать это естественно приобрести сим-карту любого провайдера мобильной связи в болгарии для этого вам нужно обратиться в офис известных болгарских мобильных операторов это а1 либо vivacom или теленор адреса этих салонов вы сможете найти самостоятельно на google карте если у вас возникнут сложности пишите комментарии я обязательно вышлю вам адреса этих салонов расположенных в том городе который вас интересует далее вам нужно обязательно попросить сим-карту предоплаченного интернета обратите внимание на количество гигабайт и срок действия карты берите лучше срок действия не менее 1 месяца и карту не менее 6 гигабайт цена в среднем составляет 1 гигабайт плюс минус 1 лев такова стоимость предоплаченная карта интернета без выделенного болгарского номера телефона можно купить помимо офисов мобильной связи также в ряде продуктовых магазинов а также магазинов сувенирной продукции паспорт при покупке сим-карты без выделенного номера не нужен как только вы получите сим-карту если не можете сами обратитесь к продавцу и соответственно сразу активируйте интернет и подключайте свой российский ватсап или вайбер чтобы быть на постоянной связи с вашим продавцом либо представителем продавца это крайне важно оставаться постоянно на связи еще раз повторюсь не рассчитывайте особо на наших российских операторов которые обещают вам там за 300 за 400 рублей в сутки неограниченную выделенную линию мобильного интернета счета приходят гигантские проверены лично не буду называть российских операторов чтобы не получить какие-то замечания или нарекания просто хочу сказать дешевого мобильного интернета от российских операторов нет счетчики атомные поэтому ищите сразу болгарские семь карты как правило если вы прилетите в будний день вы можете найти их в любом городе в любом населенном пункте позаботьтесь просто об этом заранее выясните всю информацию следующий крайне важный момент с пятью восклицательными знаками даже если вы знаете эту информацию все равно прослушайте ее еще раз внимательно до конца вы можете дать либо предварительное задание своему продавцу либо представителю продавца как правило это агентство недвижимости либо самостоятельно приехать где-то за десять дней до дня сделки и заказать справку об отсутствии обременений на приобретаемую квартиру это крайне важный документ от нее от него зависит частота вашей сделки а именно не купите ли вы квартиру обремененную судебными тяжпами или не выплаченными предыдущим владельцем ипотеками и так вам самостоятельно или при помощи вашего агента нужно получить из агенции по вписывания то справку удостоверение за тяжести недвижим и мод эту справку можно получить двух видов выписка из электронного реестра грубо говоря электронную выписку обычную такая вам не подходит вам нужна только справка полученная напрямую от вашего районного агентства по вписывания то заверенная живой печатью и подписью сотрудника выдавшего этот документ почему вам не подойдет электронная выписка а только живая справка живой печатью очень важный момент дело в том что ну например гипотетически вы нарвались на недобросовестного продавца который планирует кого-либо обмануть и например он предлагает вам свою квартиру вы планируете заключить договор купли-продажи и он за день до сделки ну допустим гипотетически он может это сделать берет ипотеку под залог этой недвижимости до электронного реестра эта информация дойдет только в течение нескольких последующих дней вся актуальная информация находится только непосредственно в локальных филиалах этой агенции крайне важно чтобы вы получили эту справку непосредственно либо с утра в день проведения сделки но самый крайний срок это накануне во второй половине дня то есть чтобы эта справка была действительно в течение 24 часов это крайне важно для вас если я говорю для вас что-то непонятно пожалуйста пишите ваши комментарии я еще раз подробно все объясню ответом на ваш комментарий цена такого документа в принципе копеечная по сравнению с той суммы которую вы можете гипотетически потерять если нарветесь на недобросовестного продавца значит цена этой справки если вы делаете ее за 7 дней то стоимость 10 лев это первая страница и каждая последующая будет стоить 2 лево если экспресс вариант с этой справки то она будет готова в течение трех дней и стоит 50 лев силу того что я не очень удачно приехала приобретать новую квартиру в рождественские праздники у меня не получилось заказать даже экспресс справку и меня крайне выручила замечательный агент замечательный человек ее зовут кристина я ни в коем случае не имею никаких финансовых договорных с ней естественно договоренности я не того масштаба блогер и я крайне рекомендую в случае каких-либо проблем вопросов обращаться к ней крайне честный профессиональный агент не сдирает на каждом шагу дополнительные оплаты я сталкивалась с работой многих агентств на солнечном берегу одно из самых приятных ощущений оставила у меня кристина которая постоянно по ватсап для была для меня на связи была как палочка-выручалочка она собственно и продала в дальнейшем мою студию очень помогла мне сделала все быстро профессионально но также совершенно бесплатно она дополнительно консультировала и поддерживала меня при покупке недвижимости но и в итоге когда я в расстроенных чувствах обратилась кристине посетовала что у меня не получается заказать эту справку я очень волнуюсь кристина мне при помощи своего юриста организовала эту справку с мокрой печатью за один день сейчас на ваших экранах вы увидите как выглядит эта справка справка об отсутствии обременений если вам интересно то нажмите пожалуйста паузу ну а теперь я расскажу как самому заказать такую справку но к сожалению смогу рассказать только если вы покупаете квартиру на солнечном берегу в несебре то я располагаю такой информацией вам нужно обратиться в агенцию по вписывания то по адресу несебр улица георгий раковский дом номер 2 портер портер это имеется ввиду первый наземный этаж часы работы с понедельника по пятницу с 9 до 17 00 часы работы кстати могут меняться но приходите утренние часы точно не промахнетесь еще раз повторю название этой справки она называется удостоверение за тяжести недвижимый мод из агенции по вписывания то вы можете заказать подобную справку абсолютно на любую недвижимость даже которая вам не принадлежит вам нужно только предоставить свой паспорт и копию нотариального акта как я вам уже говорила в предыдущем видео когда вы будете подписывать предварительный договор купли-продажи кстати для чего он и нужен здесь вам обязательно предоставить параллельно с ним и копию нотариального акта на покупаемую вами квартиру так вот соответственно вот из этого источника у вас и будет копия нотариального акта соответственно вы должны просто озадачиться тем что заранее распечатать его также вам нужно будет заполнить формуляр чтобы не мучиться в агенции по вписыванию вы можете распечатать его заранее ссылочку на этот формуляр я оставляю под этим видео в этом формуляре вы должны внести всю информацию касаемую технического описания покупаемой квартиры из нотариального акта а именно сама квартира и ее кадастровый номер а также все граничащие вокруг квартиры вся эта информация есть нотариальном акте нужно просто спокойно сесть и разобраться желательно сделать это заранее не в горячке не в беготне и необходимо рассчитать так чтобы вы получили эту важную самую важную справку в день проведения сделки либо после обеда накануне при получении этой справки обязательно обратите внимание точное время выдачи там будет указан не только день но час и минуты и далее в этой справке вы увидите всю историю квартиры с момента ее строительства отразятся все владельцы и их действия по отношению квартире ипотеки суды и прочие неприятности если таковые имели место надеюсь что ваша квартира будет чиста и у вас таких проблем не возникнет следующий крайне важный момент вам необходимо до сделки обязательно лично осмотреть покупаемую квартиру и вместе с продавцом либо представителем продавца зайти в управляющую компанию чтобы выяснить если или нет ли долгов по такси поддержки за электричество и воду пожалуйста не забудьте это сделать и еще договоритесь с продавцом что вы перед сделкой в день непосредственно этой сделки до ее проведения обязательно придете в квартиру чтобы убедиться что мебель и обещанная техника есть в наличии значит скажу так нормальные агенты реагируют на эту просьбу совершенно спокойно и с пониманием те кто знаете начинают там как разводить руками говорить что в болгарии это не принято так было с моей мамой которая приобретала дом с худой бедной но мебелью и первое время рассчитывала на ней на нее по факту приехала в пустой дом где были вырваны даже печи такие ситуации могут быть поэтому ну поставьте их против них галочку пусть вам будет знаете пять минут не очень удобно но зато впоследствии эти вы не попадете на крупные суммы денег вам не придется заново приобретать всю бытовую технику например на которую вы рассчитывали и прочее прочее такие случаи бывают следующий важный момент вам нужно обязательно обсудить выяснить заранее будет ли муж или жена собственника присутствовать на сделке и либо от мужа или жены будет получено нотариальное согласие на сделку в случае отсутствия второй стороны дело в том что по болгарскому законодательству все что приобретено в браке даже если указан один собственник ну например муж жена находясь в браке с этим мужем имеет полна полное право на эту недвижимость поэтому ее присутствие либо ее нотариальное согласие на продажу категорически необходимо следующий важный момент продавец или вы вместе записывайтесь заранее к нотариусу на сделку приблизительно за неделю заранее проверяйте в интернете отзывы о предложенном вам нотариусе или советуетесь с нами здесь в комментариях также получить информацию о том или ином нотариусе можно на официальном сайте нотариальной палаты республики болгарию ссылочка на которой я оставляю под этим видео если вы покупаете продаете или переоформляете недвижимость расположенную на солнечном берегу либо в несебре то вам можно оформить сделку только у трех нотариусов это мария бакарджиева стоян ангелов в несебре или у линки чуткиной на солнечном берегу это три официальных нотариуса которые работают в течение многих лет в нашем районе важный момент чтобы услуги переводчика и составление договора не обошлись вам в крупную круглую сумму договаривайтесь сразу на берегу что договор должен быть составлен самим нотариусом и переводчик должен быть от него дело в том что часто продающие агентство недвижимости предлагают свои договоры от своих юристов и ряд своих дополнительных услуг которые прекрасно выполняет нотариус по цене в два раза ниже чем в агентствах ключевая идея всех ваших переговоров с агентством недвижимости при покупке квартиры от них это то что вы будете оплачивать все все услуги только нотариусу агентство дополнительно вы ничего платить не хотите стоимость их услуг изначально включена в продаваемую квартиру если иное не оговаривается дополнительно сразу вы и так оплатите нотариусу сумму около двух тысяч евро помимо стоимости вашей квартиры в эти две тысячи евро уже включен договор и оплата всех общинских пошлин сумма ваших затрат это стоимость квартиры обозначенная заранее плюс нотариус в районе двух тысяч евро вы должны быть готовы к этой сумме еще могут вы возникнуть пара небольших платежей это во-первых справка об отсутствии обременений но в среднем это 50 лев о которых я говорила выше и банковский процент за перевод денег продавцу эта сумма где-то в районе 0,4 процента от суммы перевода все что будет сверху и за то и за это и за договор и за адвокат он же ходил за нами с папкой с важным видом вы оплачивать не обязаны и не должны это агентские накрутки которые вас не должны вообще касаться и трогать и наконец перейду к самому дню сделки к хронологии первое вы идете осматривать квартиру в день сделки непосредственно до приема у нотариуса второе идете получать справку об отсутствии обременений из агенции по вписыванию третье встречаетесь с продавцом и уже непосредственно все вместе идете к нотариусу четвертое в кабинете нотариуса вам зачитают с помощью переводчика заранее составленный договор переведена должна быть каждая строчка договора если вам все понятно и вы согласны содержимым то вы подписываете этот договор помимо договора нотариус обязательно попросит вас заполнить декларации о происхождении средств и о том что вы не политик с собой на всякий случай нужно иметь документ подтверждающий происхождение денег об этом смотрите мое предыдущее видео где я подробно рассказываю как легально провести или перевести деньги для покупки недвижимости в болгарии но и также на всякий случай я брала и рекомендую вам на всякий случай его взять это свидетельство о браке переводить никакие документы не нужны все подходит на русском языке ну и только после подписания договора только после подписания договора купли-продажи у нотариуса после разрешения нотариуса вы идете перечислять деньги на счет продавца который согласует и выдаст вам сам нотариус вы должны перечислить на счет продавца ровно ту сумму которая отражена в договоре назначение платежа вы должны продиктовать и проверить написанное а именно за покупку квартиры по адресу например я сейчас диктую к примеру что там может быть написано естественно вы подставляете адрес своей новой покупаемой квартиры и так в назначении платежа должно быть написано к примеру за покупку квартиры расположенный по адресу слынчев бряк форт нокс холидей название комплекса первый этаж блок d1 апартамент 989 все должно соответствовать информации в вашем нотариальном акте покупаемой квартиры далее в банке вы должны попросить распечатать вам две квитанции о переводе с денежных средств продавцу и заверить обе печатью банка одну квитанцию вы обязательно относите обратно к нотариусу в качестве подтверждения расчетов вторую квитанцию вы оставляете себе и храните потом вместе со всеми документами на квартиру для истории это ваше официальное подтверждение того что платеж совершен и вы все свои обязательства перед продавцом выполнили нотариальный акт на новую купленную квартиру вы получите не сразу вы подходите и обязательно уточняете у нотариуса когда будет готова мой нотариальный акт в среднем это обычно через пять шесть дней после сделки и соответственно вы должны прийти получить этот нотариальный акт на квартиру после регистрации нотариального акта вы также должны обязательно зарегистрировать эту квартиру в двух государственных службах о том что вам нужно будет сделать уже после покупки я расскажу уже в следующем видео поверьте это тоже все несложно это достаточно просто ну конечно если вы располагаете какими-то свободными средствами например вы очень торопитесь вы вырвались еле-еле с работы то конечно имеет смысл за всеми организационными предварительными последующими вопросами обратиться к агенту я очень рекомендую кристину дело в том что кристины лишнего с вас точно не возьмет все ее услуги стоят крайне умеренно я имею опыт общения с другими агентствами кристина произвела на меня очень хорошее впечатление любом случае я специально озвучиваю для вас стоимости того или иного документа той или иной справки чтобы вы понимали какую сумму воздокраждения вы будете выплачивать агентству и готовы ли вы ее платить или нет чтобы потом не было лишних вопросов я женщина с обычными умственными способностями вполне все это освоила вполне прошла все эти шаги мне оказалось это по силам почему это будет сложно для вас естественно если вы торопитесь это уже другой вопрос но для тех кто располагает временем делайте все сами если что-то не получается у вас возникли вопросы пишите комментарии сразу все ответим откорректируем поможем у меня очень отзывчивые подписчики и я сама реагирую стараюсь реагировать достаточно быстро но самая большая идея вообще цель такого подробного изложения я тщательно и кропотливо собирала весь материал прежде чем решиться на покупку квартиры это конечно не стать жертвой мошенников я надеюсь что это видео будет полезным для вас если вы заметили какую-то неточность или в чем-то не до конца согласна со мной пожалуйста пишите ваши комментарии мы с вами все обсудим ну а я на этом хотела бы завершить свое видео впереди у нас еще будет обязательно заключительная часть рекомендаций по поводу продажи квартиры это как грамотно зарегистрировать задекларировать свою квартиру для того чтобы в дальнейшем без проблем оплачивать налоги далее я также планирую снять видео о продаже своей квартиры я сделаю это несколько позднее объясню потом почему также я хотела бы выложить в дальнейшем ролик о зимней жизни на солнечном берегу о зимней жизни непосредственно в своем комплексе форт нокс холидей орхидея на солнечном берегу возможно ли невозможно жизнь чем отапливаемся ну и хотела бы наверное показать вам на ваш суд квартиру которую купила в каком состоянии мы ее купили что собственно немножко переделали своими руками чтобы как-то обуютить наше жилище постараюсь быть максимально полезной для вас надеюсь на то что вы не будете относиться ко мне слишком критично на этом завершаю свое видео желаю вам хорошей недели пожалуйста не болейте всегда остаюсь с вами ваш болгарский дневник